Если вы почистили, то пойдем дальше. Будем вкушать Слово Божье. Давайте откроем Матфея, 5 глава, 13 стих. Матфея 5, 13. Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве только выбросить ее вон на попрание людям. Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечники, и светит всем в доме. Тогда светит ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Бог создал церковь для того, чтобы обеспечить эту цепную реакцию славы. Я прославляю Бога, и когда люди смотрят на меня, они начинают прославлять Бога. И когда кто-то смотрит на моих зрителей, видя их жизнь, видя их служение, видя их добрые дела, они начинают славить Бога. Послушай, мы должны, мы должны жить так, чтобы люди не проклинали нас, чтобы люди не упрекали нас, чтобы люди не плевали в нашу сторону. Мы должны жить таким образом, чтобы люди, смотря на нас, они зажигались белой завистью, говорили, вот бы нам так. И потом говорят, слава Богу, что у нас в городе такие люди есть. А кто-то из соседей твоих скажет, слава Богу, что у нас в доме вот такие вот люди есть. Так да светит свет ваш пред людьми. Косе концов, Бог поставил церковь на вершине. Он говорит, вы город, стоящий на вершине горы. И церковь есть этот светильник, который ставят на подсвечники, чтобы он горел во всем доме. Я верю, что помазание, которое Господь дает церкви, его достаточно будет не только для внутрицерковных программ. Я знаю, что этого помазания, или, по крайней мере, то помазание, которое Бог приготовил для церкви, или сила, которую Бог приготовил для нас, ее будет достаточно, чтобы на уши поставить всю Латвию. Вы знаете, но абсолютно убежден и абсолютно уверен, придет такое время, когда один будет прогонять тысячу. Что один человек, который пришел в город, он устроил там такой кипиш, он устроил там такое движение, вокруг него такое началось происходить. И исцеляются, и освобождаются. Говорят на языках. Один человек. Один человек может сделать величайшее пробуждение, если он соответствует тем стандартам, которые Бог определил для нас. Вы верите этому или нет? Не всегда мы толпой будем ходить и 500 человек спасать одного погибающего за какого-то алкоголика. Я уверен, что один будет спасать 500 алкоголиков одновременно. Вы верите этому или нет? Аллалуя! Бог дал нам великую честь, великую власть и великое привилегие. Пройдет, может быть, немного еще времени. Может быть, мы еще оперимся. И однажды мы увидим, что это призвание войдет в силу. Вы соль земли. Есть земля, есть соль. Понимаете? Земля не соль. Соль не земля. Соль земли. Понимаете? Мы не земля. Очень часто на нас хочется, чтобы кто-то на нас работал. И каждый из нас так и норовит сказать, я земля, а ты соль. Осоляй меня. Осоляй меня. Иду на прием. Как? И кто-то тебя солит, 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 солит. И ты никак не станешь солью. Послушай, мы однажды были землей. Мы были однажды покрытыми терними, волчцами, проклятой землей. Но однажды Господь избрал нас и сказал, послушай, ты получил спасение, ты рожден свыше. Ты имеешь уже власть, ты имеешь уже опыт, ты имеешь уже в конце концов Духа Святого, живущего в тебе. И теперь ты должен иметь влияние. Вы знаете, вот в этих стихах я вижу один смысл. И вижу один акцент, который Христос ставит в сознание своих учеников. Дорогие мои, вы должны быть людьми могущественного влияния. Послушай, всегда идет противовес. Или мир влияет на церковь, или церковь влияет на мир. Мы с вами ощущаем, согласитесь, влияние законодательной власти, влияние криминальных структур, влияние каких-то религиозных бесов, влияние там средств массовой информации. Уж мы специалисты, специалисты по ощущению на себе влияния мира. Кто из вас хоть раз чувствовал, что мир влияет на вас? Каждый день, по сто раз. Теперь вопрос Господь ставит. Послушай, как ты думаешь, ощущает ли мир твое влияние? Сидят ли они в кулуарах и говорят, запарили нас эти сектанты? Достали они нас уже? Каждый день стучат в двери, врываются в окна, по крышам бегут. Что они делают? Послушай, Господь желает, чтобы наше влияние на этот мир умножалось с каждым днем все больше, больше, больше и больше. Дорогой, ты уже не земля, ты соль земли. А соль влияет. Что такое соль? Много разных грани, одна из этих грани. Соль это противодействующая сила всякому растлению. Слышали, нет? Соль имеет внутри силу остановить разложение, остановить растление, остановить разрушение и сказать, нет, дьявол, до сих пор ты прошел, а дальше ты не пройдешь. Я здесь нахожусь. Я помазанник Божий. Я церковь Божья. Я носитель пробуждения. Ты дальше не пройдешь. Более того, ты уйдешь с моей дороги. Я иду против тебя во имя Иисуса Христа. Ты отпустишь этих подростков. Ты отпустишь эту молодежь. Ты отпустишь этих бизнесменов. Ты отдашь все деньги, которые у тебя в руках. И мы будем строить скинию Давидову. Слышишь, дьявол, мы заявляем тебе не как ребята из соседнего подъезда. Мы тебе заявляем как представители Царства Божьего. Мы имеем внутри тебя противодействующую силу всякому греху, всякому расклению и всякому проклятию. Ты здесь, церковь, или нет? Закричи еще раз. Скажи, я имею силу. Потому что Дух Святой сошел на меня. Я имею власть. Остановить всякое проклятие. Потому что тот, кто во мне, не слабый Бог, не беспомощный Бог, тот, кто во мне, самый сильный, великий и прекрасный. Бог всех боков дьявол. Ты проиграл. Ты потерял власть. Ты потерял позиции. Потому что в Латвии Бог создал Свою церковь. Бог создал Свою церковь. И мы выходим в наступление. Это земля. Не для проклятия. Не для вымирания. Не для деградации. Эта земля. Эти люди предназначены для спасения. Они будут омыты кровью Иисуса. Они будут спасены. Искуплены. Я носитель пробуждения. Я носитель пробуждения. Потому что кровь Иисуса омыла меня. И Дух Господень на мне. Аллилуйя! 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 Мы соль земли. Послушай, мы остановим всякое проклятие. Мы только начинаем. Мы уже испытали кое-что в своей жизни. И этот начальный период показывает нам, что невостребованный потенциал, он гораздо больше востребованного. Амин! Нам всего восемь лет. Мы маленькие еще. Но мы подрастем. Если когда нам восемь, у нас несколько тысяч. Когда нам будет восемнадцать. Мы помирать так рано не собираемся, между прочим. Мы верим, что еще десяток другой мы здесь поработаем. Повоюем. Отвоюем! Аллилуйя! И чуть-чуть можно так вот математически рассчитать, как нам вчера рассказывал муж Божий. Аллилуйя! Нас будут сотни тысяч. Вы даже не представляете себе. Вырветесь из маленького, убогого, мещанского мирка. мы здесь для того, чтобы Латвия была спасена. И он говорит, соль имеет силу. Ха-ха! И когда эта соль имеет силу, происходят потрясающие вещи. Дьявол становится бессильным. Ты что сгнил? Да что ты спился? Да что ты с ума сошел? Сможешь кавиться? Черт возьми! Что это такое? Да не черт возьми, а Бог возьми и спаси его. Бог возьми и останови его. Кто же мне здесь мешает? Знаете как вот на сеансах экстрасенсов стоит двоим троим христианам прийти и они ничего не делают. Они просто керменер гендер борщ 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 Два человека могут сорвать сеанс самому крутому экстрасенсу. И они всегда говорят кто-то мне мешает. Соль мешает. А представьте если мы солью засыпем вообще все подряд халалуя мы сорвем его все 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 программы дорогие я не шучу не развлекаю вас у нас действительно тот потенциал который мы еще даже просто не вскрыли себе мы ему сорвем все подряд во имя Иисуса Христа и вообще Павел говорит что вы просто ваше существование просто ваше наличие как таковое это уже предзнаменование для их погибели вот ты ничего не делаешь ты просто улыбаешься ты счастливый радостный едешь в нормальном настроении идеал уже рвет волосы где у него есть они где у него их нет и он смотрит что-то не получается у меня программа этот мужик скользкий мы скользкие потому что мы в помазание ходим и скажи долго можешь мыло мокрое удержать в руках да ты за ним бегаешь из кухни да в душ когда ты сухой тебя легко поймал и все от тебя ничего не осталось но когда мы в помазание нас никто не поймает нас никто не зафиксирует мы скользкие мы неуловимые мы в помазании халалуя и так дорогие мы несем пробуждение у нас будет 900 ячеек это 100% и все лидеры сказали потому что мы соль земли амин именно наступаем и далее дорогие мне так нравится еще одна вещь что мы не только противостоим то есть мы хотим выжить знаете что кибурь идет защищаемся выживем выживем не помрем не помрем выживем это нормально выжить хорошая задача но мы хотим не только выжить мы хотим чтобы вся Латвия выжила мы не эгоисты мы хотим чтобы наше выживание стало системой выживания всей нации и всего народа 900 ячеек представляете себе в следующем году мы удвоимся нас будет 1800 это только одних лидеров ты слышишь или нет это вот только лидеры мы будем где-то в манеже собираться только на лидерское халалуя мы аж просто соберемся помолиться понимаешь а если каждый возьмет своего заместителя 1800 умножить на 2 это будет как раз упакованный спортивный манеж одних лидеров за которыми будут стоять ячейки десятки сотни тысяч сотни тысяч людей дорогие мы начали серьезную игру это как ком который катится с горы и чем дальше катится тем больше липнет и мы уже влипли серьезно и глубоко и бесповоротно халалуя воздай ему большую славу мы наступаем мы побеждаем халалуя 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 и здесь зажегши свечу не ставят ее под сосудом но ставят ее над сосудом кто-то говорит зачем вы кричите имеешь веру имей в себе и тихонечко себе сопи в две дырочки как ты хочешь так и верь что ты орешь на весь мир что ты веришь Богу кому твоя вера нужна Латвии нужна моя вера моему президенту нужна моя вера мой Иисус нужен всем бизнесменам наш Иисус нужен всем депутатам наш Иисус нужен Сайму вот почему мы кричим потому что нам Бог сказал то что вы услышали в темноте то что вы услышали на чердаке то что вы услышали в подвале начинаете теперь кричать с кровли и мы будем орать до тех пор пока все не услышат мы перекричим всех у нас закалка есть а ну-ка раз два три это вам не штурм зимний это штурм языческой Латвии еще раз это вам не бежит матрос стреляет на ходу это новое поколение полное веры огня полное откровение с неба полное славы Божьей это поступь армии Божьей которая изгоняет бесов исцеляет больных проповедует царство и выпускает измученных на свободу какой чудесный великий Господь никогда не позволь никому обесточить тебя послушай здесь два откровения соль имеет силу и потом говорит Господь соль может потерять силу слышали нет и вот сейчас мы поговорим о том знаешь как получать силу мы уже мы с вами уже раскусили мы ходим в церковь мы учимся на библейской школе мы исполняемся духом святым мы ходим на ячейки мы исполняемся славой Божьей в духе святом наша сила слышишь духовные люди это сильные люди неважно или они служители дьявола или они служители божьи если человек реально со всеми потрохами продан дьяволу это настоящий человек силы. Либо, если человек с потрохами продан Богу, это реальный человек силы. Понимаешь или нет? Сильными могут быть только духовные люди. А и другие есть люди, которые только говорят о силе. Это религиозные люди. Это бездуховные люди. Это теплые христиане. Это ваше преосвященство дохлячество. Глаза погаши. Терпеть не могу скучно христиан. Какое впечатление, как будто у них Бог все украл. Здоровье украл. Деньги украл. Мечту отобрал. И дураком сделал. И он ходит в церкви, такой дурак ходит. Антиреклама Царства Божьего. Хочется по башке надавать и сказать, иди, пожалуйста, в любой кабак и отгоняй там клиентуру. Ну, почему ты отбиваешь клиентов от Царства Божьего, а? По какому праву? В конце концов. Ну, я уже ревновать начинаю. Мы скоро займемся пересмотром наших рекламных агентов. Аминь. И все погаши их отправим куда-нибудь в православную. Идите там, коптите. Живая Церковь это та, которая горит огнем. Глаза светятся. Глаза огненные. Ноги подобно Халкаливану. И ты идешь. И дьявол с ума сходит. Понимаешь, мы должны ходить в вере. В Амазане. Дурное настроение оставляй дома. Закрой на ключик своего дурного настроения и пусть оно сидит. А сюда, пожалуйста, во врата его входи со словословием. И во дворе его, пожалуйста, они со своей депрессией опять скрипит. Опять буртит что-то у тебя. Опять у тебя что-то не слава Богу. Это возле православной церкви вот такие стоят. Послушай, возле настоящей церкви святые стоят. И реклама церкви, что люди Божьи, дети Божьи, они говорят, посмотри, я был скляп, вижу. Я был дурак, стал умный. Я был без денег. У меня сейчас есть процветание. Я был никуда не годный. Чему-то научился. Посмотри на меня и иди со мною. Мой Бог в твоей жизни может сделать то же самое, что и в моей жизни. Амин. Дорогие мои, давайте быть светом для этого мира. Давайте быть не коптильником для этого мира, не кипятильником, не дурильником для этого мира, а реальной, яркой рекламой. Вот так выглядит Бог. Смотри на меня. У меня 41, посмотри, как я молодо выгляжу. И ничего. Халалуя. Когда издалека смотришь. А мы так и устроены. Мы же так, издалека спасаем мир. Халалуя. Слушай, не надо Господа превращать, как будто Он у тебя все украл. Веди себя так, как будто Бог все тебе дал. Потому что это в самом деле истина Божья. Он все нам дал. Мы все потеряли в этом мире. Бог нам все дал. Поэтому не создавай антирекламы Царства Божьего. И послушай, соль может иметь силу и соль может силу потерять. Берегись потерять силу. Ну что такое сила? Соль это сила Духа Святого в христианине. Слышишь или нет? Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Понимаешь, что такое? Соль, которая имеет силу, это христианин, на которого сошел Дух Святой, а значит Духе Святом пришла сила. И когда ты с Духом Святым в порядке, в нормальных отношениях, у тебя будет всегда сила задушить грех, задушить депрессию, задушить всякую хандру, задушить всякие дурнадские прогнозы и ходить в хорошем настроении. Аминь. Стоит только тебе с Духом Святым поссориться, все, соль теряет силу. И на тебя страшно смотреть. Ты превращаешься в чучело, и церковь превращается в гербарий. Бабочки, либочки. И унылый Дух высушивает все наши кости. И сможешь, не прославление, а бренчание костей высушенных. О, Господи, Иисус, Иисус. Хвачить чмокать. Мы, в общем, будем прославлять Господа. Вот так. И мы, вид Бога, имеем величайшее призвание. И мы не собираемся терять силу. Слушай, скажи это сам себе. Я не собираюсь терять силу во имя Иисуса. Я никому не позволю вырвать у меня победу, власть и силу. Аминь. Послушай, какая горькая картина, если соль теряет силу. Она уже ни к чему не годна. Разве только выбросить ее вон на попрание людям. Слушай, если сила уйдет от помазанника, если сила от тебя уйдет, ты даже не представляешь, какой позорный будет конец. Люди будут попирать тебя как тряпку. Ты будешь просить хлеб, тебе никто не даст. Ты будешь проситься устроиться на работу, тебя никто не устроит. Тебя будут все швырять. Ну что, молился Богу? Где твой Бог? И ты будешь как изгой последний. Знаете, нет ничего позорнее потерять Бога. Храни любовь к Богу и не позволяй никому вырвать один из примеров, каким образом уходит сила. Давайте сейчас прочитаем числа 11 глава. Открой, пожалуйста, числа 11 глава. Числа 11 глава. Народ Божий идет полной власти, полной силы. Бог являет славу свою. Разбил египетский плен, открыл двери и сказал выходи. ни одного человека не было больного среди колен Израилевых. Более того, когда они выходили из Египта, народ Божий обобрал египтян. У них было много золота, их много было серебра, у них обувь не ветшала, нога у них не пухла, столб облачный был днем над ними, столб огненный был над ними ночью. Для чего это происходило? Вы знаете, климат в пустыне резко континентальный, днем страшная жара, ночью жуткий холод, и Господь в своей великой милости, Он создает микроклимат, вы представляете, чтобы они от зноя не высохли, и чтобы они не окочурились от холоду ночью. Вы представляете себе, Господь покрывает этот покров над ними, распростирает покров, чтобы солнце не палило, и они без зонтов, без специальных, вы знаете, приспособлений, они идут под покровом столба облачного. Облачная погода была всегда у них в пустыне, вы представляете себе, это Бог делал? И когда наступала ночь, и солнце садилось, и когда уже эти подкрадывались этот холод, вдруг поднимался столб огненный, и такое, знаете, тепло, божественная забота, божественное тепло, оно грело их, и никто не мерз, вы представляете себе? Никто не болел, ни одного больного не было, все были исцелены, когда Бог вывел, и когда смотришь, Господи, как ты благ, как ты милосердь, как много ты делаешь для нас, чтобы сделать нас выше всех других народов, чтобы мы, имея тебя такого великого Бога, были бы сильны, чтобы мы засвидетели, что никакой другой Бог так не заботился о своем народе, как наш Бог, Бог Израиля. Ни один Бог не исцелял от болезней своих людей, как Бог Израиля. Никто таких грандиозных планов не имел, как Бог Израиля. В одну ночь ни один Бог не выводил свой народ из рабства, как наш Бог Израиля. Это такой великий, это такой чудесный Бог, у Которого мы все в заложниках, и от нас ничего не требуется идти, идти, быть в повиновении и в нашем послушании Богу наша сила. Бог, Ты так много сделал для нас, и мы будем только одно повиноваться Тебе и идти туда, куда Ты нас ведешь. Но послушай, соль имеет силу, когда мы повинуемся Господу, и соль теряет силу, когда мы начинаем бунтовать против этого любящего, прекрасного, чудесного, заботливого Бога. Запомни, где утечка силы. Утечка силы начинается с обыкновенного, банального непослушания и ропота. Мы забываем тысячу чудес Божьих и циклимся на каком-то одном глупом вопросе. Это Бога огорчает, и вот здесь утечка силы, вот здесь соль становится, слабой, соль теряет силу, и потом эти убитые израильтяне, которые пали в пустыне, их не хоронили, они вот так были на попране земли, на попране людям. Посмотри, как соль теряет силу, это просто пусть сегодняшняя молитва будет этой молитвой, Бог, я не хочу, чтобы моя жизнь потеряла силу, нет ничего страшнее, когда светильник гаснет, нет ничего страшнее, как очаг, превращающийся в пепел, нет ничего страшнее, как корабль, который потерял управление и несется отдавшимся волнам. Послушай, народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь, и нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни и лук и репчатый лук и чеснок, а ныне душа наша изнывает и ничего нет, только манна в глазах наших. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего и сильно воспламенился гнев Господень и прискорбно было для Моисея и сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего и почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? Разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты склятвую обещал отцам его? Как соль теряет силу? Соль теряет силу очень просто. Послушай, интересная вещь здесь была, здесь бунт поднялся, непослушание поднялось, единство было разрушено. С чего все началось? Послушай, началось с того, что между израильскими сыновьями были пришельцы. И Писание говорит, с чего начались проблемы? Пришельцы начали обнаруживать прихоти. И дальше через запятую, и сыны Израилевы вместе с ними стали плакать возле шатров своих. Послушай, каждый из нас однажды будет ощущать влияние пришельцев, ощущать влияние инородных влияний. И ты однажды, находясь в церкви, ты встретишь человека, который начнет тебе говорить, да слушай, в конце концов, ну сколько можно собирать деньги, сколько можно пахать, сколько можно не быть в доме, сколько можно вообще вот так на износ работать, да в конце концов, кому это все надо? И ты, сын Израиля, вместо того, чтобы иметь высокий дух, иметь высокий дух, святой дух, и сказать, мы верим великому Году, разве ты забыл, какие чудеса Бог сделал, кто-то на кого-то влияет, кто-то обязательно на кого-то всерьез повлияет, и вы знаете, самое страшное, когда языческое влияние, плотское влияние, оно уничтожает до корня духовное влияние, и посмотри, как страшно, когда мы прислушиваемся к этим голосам, и начинаем хныкать, и начинаем сожаление, слезы проявляют, вы знаете, у бунтарей тоже крокодиловые слезы, знаете, крокодиловые слезы, почему это говорится, когда крокодил сжирает свою добычу, у него вот эти вот самые мышцы, челюстные, они связаны где-то рядом со слезными железами, и поэтому, когда он ест, он плачет, вот сжирает добычу, и плачет, вот знаете, точно так же, когда бунтари вот съедали Моисея, добыча была в устах их, и они, зачем нас вывел, зачем ты нас вывел, неужели там плохо было, дыни вспомнили, лук репчет исполнили, огурцы вспомнили, и плачут, и такие, знаете, горючие, бунтарские, крокодиловые слезы, и Моисей, он уже скорбел, и говорил, Бог, ну сколько это может быть, а что еще не сделано было для этого народа, ты спрашиваешь, как соль теряет силу, вот так она теряет силу, и когда она теряет силу, приходит гнев Божий, и вот эти все освобожденные, исцеленные, благословленные, вышедшие на свободу, искупленные, названные Божьим народом, они просто становятся, как хлам, огонь Божий, уничтожает их потом лопатами, знаете, как пепел, просто как на попрании, вон, вон все, несостоявшиеся дети, и вы знаете, это страшное явление, это страшное явление, когда соль теряет силу, и вы знаете, потом уже народ прибежал, когда гнев Божий обрушился, когда беда стала уже подпаливать, и знаете, огонь Божий стал приходить, Моисей помолись, и Моисей молился, и вы знаете, что дальше произошло, дальше, что делает Господь, Господь так любит народ, Он не хочет, чтобы эти пришельцы со своими прихотями и похотями разрушили весь стан, и потом Он говорит, Моисей, я умоляю тебя, найди, пожалуйста, достойных людей, которые не хотят терять силу, которые, наоборот, хотят принять силу, чтобы остановить это безумие, чтобы закрыть рот этим людям и сказать, Бог свят, народ Божий свят, маршруты Божьи святы, и программы Божьи, какие бы они ни были, они оправданы, и я никому не позволю уничтожать силу Божью своим ропотом, своим недовольствием, своей ревностью, и Господь, посмотри дальше, что делает, это великая мудрость от Господа, и Он потом говорит, слушай, Господь сказал Моисею, собери мне 70 мужей старейшин израилевых, которые ты знаешь, что они старейшины и надзиратели, возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою, и я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, а не один ты носил, и представляете себе, дальше, и Моисей вышел и сказал народу слова сии, и собрал 70 мужей из старейшего народа и поставил их возле скинии, и сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшин, и почил на них дух, они стали пророчествовать, и потом перестали, я верю, что когда кто-то уходит из игры, когда кто-то просто меняет первородство за чечевичную похлебку, у Бога никогда не будет недостатка в своих служителях, Он на место каждого истребленного бунтаря, а потом Моисею скажет, Моисей, собери мне других 70, я хочу помазать, я хочу, чтобы вы в одном духе действовали, я хочу, чтобы вы говорили одно, чтобы вы верили одному, чтобы вы понимали вместе, и я возьму от духа, который на тебе, и положу на них, и когда Он в облаке славы сошел, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, если кто-то теряет силу, и уходит из игры, я верю, приходит ревность Божия, и Бог говорит, идите сюда, кто остался, я хочу помазывать вас, чтобы вы не пошли этим путем, чтобы когда в следующий раз какие-то пришельцы придут, и начнут вас привлекать к каким-то другим программам, и когда они начнут вам говорить отрицательные вещи обо мне, о моих помазанниках, чтобы у вас была сила повлиять на них, и остановить это растление, я ненавижу бунт в народе, ненавижу раскол церкви, ненавижу этот ропот, погибнут они, и Бог помазывает этих 70 людей, и они начали пророчествовать, и они пророчествовать начали, и что же они пророчествовали, что такое пророчество, это программы Божьи, это воля Божья, это Слово Божье, и Бог соединил их. Я верю, что сегодняшний день, это день великой славы, это день великого благословения, и вы знаете, соль теряет силу, и многие из нас часто теряли силу, и мы часто не хотели идти в церковь, мы не хотели, может быть, продолжать движение, и, может быть, какие-то прихоти появлялись в нас, и уничтожали наш подъем, наш огонь, нашу энергию, наши градусы. Я так благодарен Богу, что у Бога нет тупиков, что у Бога нет никогда крайностей. Он обязательно найдет тех, которые будут солью земли, Он обязательно поднимет тех, которые будут гореть огнем Божьим. Давайте мы все встанем сейчас и скажем, Бог, я не хочу терять силу. Бог, я хочу продолжать движение. Я в завете с Тобою. Я хочу наполниться славой Твоею. Бог, и когда сейчас я буду вкушать этот хлеб, и когда я буду вкушать это вино, Бог, я хочу, чтобы сила пришла от Тебя. Прости меня за мой бунт, прости меня за мои возражения, прости меня, Господь, за мое непослушание. Я не хочу терять силу. Я хочу, чтобы сила пребывала во мне в огромной могущественной власти. Халлелуйя. Скажи, я никому не позволю повлиять на меня отрицательно. Я никому не позволю вырвать у меня силу, вырвать у меня лидерские позиции. Я никогда никому не позволю отравить мои отношения. Я не променяю свое первородство за чечевичную похлебку. Я буду стоять в вере. Я не отдам своей судьбы. Я не отдам своей высоты. Во имя Иисуса. Поднимай руки и скажи, Дух Святой, приди на меня. Дух Святой, наполни меня теми же видениями. Пусть соль никогда не потеряет силу. Пусть церковь никогда не отступит назад. Наполни нас славою своею. А-а-а, 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 наполни Дух Святой, Аллилуйя. Помолитесь друг за друга, возьмите за руки, и пусть единство в Духе придет, вера придет, а конь Божий придет. Молись, чтобы соль не потеряла силу. Молись, чтобы сила умножалась. Молись, как за самого себя. А-а-а, кричи, изливай свое сердце, наполняйся огнем Божьим. А-а-а, а-а-а-а, а-а-а, 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 а-а-а-а. Глори! Аллилуйя! 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 Мы сегодня вечером согласились молиться. Да, мы молимся о себе, чтобы нам не потерять силу. Но сколько людей сегодня ослабли и обессиленные сегодня в рассеянии. Тысячи людей в рассеянии. Слушайте, если нам только из рассеяния возвратить тех, которые там, наша церковь утроится. Давайте сейчас помолимся за этих людей и скажем, Бог, пусть снова Твоя сила сойдет на них. Возврати их, пожалуйста. Разбути их сердца. О, Дух Бога искания. Пусть придет на них. Пусть всякий бунт у них разрушится. Пусть придет вера. О, мы умоляем Тебя, Дух Святой. Возврати этих людей. О, Дух Святой, собери их снова. Не дай им погибнуть, Боже. Пусть возвратятся все угнанные. Боже, Боже. Восстанови, 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 Боже. Мы просим Тебя. Они спасены. Они крещены. Ты так много сделал в их жизни. Мы умоляем Тебя. О, Дух Святой, настигни их. И как тот блудный сын пришел в себя. Пусть придут в себя все наши братья и сестры. Пусть они придут в себя. Пусть они вспомнят Тебя. О, Дух Святой, дай силы вернуться в очи нас. О, Дух Святой, дай силы вернуться в очи нас. Боже, я умоляю Тебя, вложи в наши сердца это милосердие и сострадание. Боже, разрушь наш эгоизм и дай нам найти время для них. Постучаться в их дверь, взять за руку и привести в очи дом, Боже. Оставив девяносто день. Пойти к этим заблуджим, Боже. Положи это в наши сердца. Положи это в наши сердца. О, возврати, Господь. О, возврати, Господь. Глория. О, шалест. Глория. 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 Боже, слава тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. И мы сегодня сделаем то, чего мы никогда не делали. Обычно мы делали вечерю. И мы заявляли Господу о самих себе, что мы в завете с Богом. Я знаю, что после каждой вечерей Бог совершает суды над богами Египта. Он разрушает узы, плен и начинается исход. Дорогой, когда ты будешь сейчас ломать хлеб, когда ты будешь пить вино, провозглашая в духовный мир, вот те люди, которые в рассеянии, они в завете с Богом. И заяви, что они никуда не денутся, они с нами. Они в наших сердцах. Они в нашей любви, они в нашем мышлении, они с нами. И провозглашает дьявол, что он не украдет тех, кто в завете с Богом. Они едины с нами во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Реба штыргаламамбрегэшталабрэштэльгалабрэштэльгалабрудэшталая. И когда мы будем провозглашать Господь о том, что мы едины с ними в завете с Тобою, посрамить дьявола, который удерживает их, разорви плен, в котором они находятся. Пусть начнется исход, пусть начнется выход на свободу. Аллилуйя. Хайялаба шакрама сакаталая. Я абсолютно убежден, что эта манифестация в духовный мир, она не оставит в прежнем состоянии тех, кто в завете с Богом и с нами. В их жизни начнутся невероятные вещи, о которых они будут не догадываться. Они не будут знать, почему им неспокойно, почему им вдруг память начинает рисовать картины церкви, почему в сердце такое желание появляется найти тебя, позвонить тебе, прийти на ячейку, прийти в церковь, Бог их всех приведет во имя Иисуса. Аллилуйя. Это не просто религиозная церемония. Мы запускаем в действие Божьи механизмы. И ни одно оружие, сделанное против них, не будет успешно. Иисус посрамит их. Ни один язык, удерживающий их, в отступлении не будет успешен. Бог их посрамит. И он скажет, северу отдай. Он скажет, югу не удерживай. Он скажет, возвратись. И они вернутся сюда, моими Иисусами. Боже мой, благодарны тебе за это. Курам анджиклореса, честокроштый цель. Ой, здесь такая сила пребывает, Господи. О, Боже, яви славу в этой жизни. Яви славу, возвратись этих людей. А-а-а! Ай, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Давайте... 14 человек, приходите сюда, будем... служить. Подними руки, благодари Господа за... кровь. Благодари Господа за его ломимое тело О, Дух Святой, ты такой чудесный О, мы благодарны Тебе, Господь, за эту кровь И за это ломимое тело Мы благодарны Тебе за то, что Ты великий Бог За то, что Ты умер за наши грехи И воскрес для нашего оправдания Ты заключил с нами завет Мы едины с Тобою Мы едины друг с другом Мы невеста Твоя, мы тело Твое А Ты наша глава Мы это провозглашаем в духовный мир Мы не хотим терять силу Мы знаем, что наша сила в Тебе В единстве с Тобою В единстве друг с другом Мы провозглашаем, Господь, крушение всякой дьявольской власти В жизни наших ближних Мы говорим возвращением Великая слава Мы говорим исход И суды над богами Египта Боже, Твои чудеса да придут в нашу жизнь Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Молись на языках и славь Господа Субтитры создавал DimaTorzok Аллилуйя, итак, дорогие мои Мы это будем делать в глубоком молитвенном состоянии И запомните, что это не просто ритуал Это серьезная заявка Мы в завете с Богом Мы в завете с ними Они наши, брат и сестры И в завете Бог рассматривает нас как вместе Это провозглашение в духовный мир Дьявол, Ты их не выкрадешь Они наши Они возвратятся И когда мы делаем вечерю Запомните, когда вечерю делали В Египте, в рабстве То после вечери Бог поразил фараона Его власть И расторг эти узы И все боги Все боги Египта Потерпели крах И народ израильский В ту же самую ночь Вышли на свободу То же самое будет происходить С теми пленниками Которые находятся в рассеянии Будь максимально сосредоточен Пожалуйста, сосредоточься В Духе Святом Именно в этом направлении Возвращение из плена Мы провозглашаем Что они не просто посторонние Они наши Братья и сестры Будь в этом состоянии Провозглашай это с верою И ты увидишь потрясающие результаты Пожалуйста, одна чаша И хлеб Останьтесь Обслужите сцену А остальные, пожалуйста Будьте аккуратны Будьте благословены И двигайтесь Тот, кто поучаствовал Можете садиться Чтобы легче было обслуживать Псалом 136 При реках Вавилона Там сидели мы и плакали Когда вспоминали о Сионе Я уверен, после этой вечери После этого служения Там, находящиеся в рассеянии При реках Вавилона Они начнут вспоминать Сион Начнут вспоминать чудеса Божии Те встречи Где Бог их особенно глубоко касался Память начнет работать На вербах посреди Его Мы повесили наши арфы Там пленившие нас Требовали от нас Слов песней И притеснители наши веселья Попойте нам из песней сионских Но как нам петь Песню Господнюю На земле чужой Да нет у них радости Да нет там у них веселья Да нет там у них Никакого удовольствия Встретишь и видишь Погашенные глаза И оскудевшее сердце Они вспоминают Как блудный сын вспоминал Отчий дом Важно, чтобы Дух Святой Оживил это все И это будет непременно Как нам петь песню Господню На земле чужой Если я забуду тебя, Иерусалим Забудь меня, десница моя Я знаю одно, что Если Бог хоть однажды В жизни нашей Что-то совершил Этого забыть Просто невозможно И всякий раз Когда ты вспоминаешь Милости Божьи И без слез Их не можешь вспоминать У тебя глаза Влажные У тебя сердце Начинает вот так дрожать А ведь было же это А ведь не сказка же это Ведь не сон же это было Ведь реально Бог жил со мной Бог будет с ними работать Бог будет их пробуждать Бог будет возвращать их В здравом смысле Зачитаем 125 Псалом Здесь написано Когда возвращал Господь Плен с Иона Мы были Как бы видящие сон Они как во сне Это не будет состояние реальности Это будет просто Как какое-то наваждение Откуда-то идем И куда-то приходим Знаете, Дух Святой Он будет именно так Возвращать плен Когда Петр сидел в тюрьме И к ангелу коснулся его И сказал Выходи За тебя молятся Он тоже думал Что это был сон Он тоже думал Что это видение какое-то Слава Богу За такие сны Слава Богу За такие ощущения И они возвращались Я верю Бог возвратит их Всех Всех до одного Когда Бог возвращал плен Мы были Как видящие во сне Тогда уста наши Были полны веселья И язык наш Пение На земле чужой Мы не могли радоваться Мы не могли петь песни Мы жили как в тюрьме Но когда мы возвратимся На землю свою Возвратится радость Возвратятся песни Возвратятся улыбки Счастье И слава Божья И язык наш Пение Тогда между народами Мы говорили Великое сотворил Господь Над нами Они будут свидетельствовать Они будут выходить сюда И говорить Великое Господь сотворил В моей жизни Он удержал меня Он сохранил меня Он возвратил И я вас так люблю И спасибо вам За вашу любовь За ваши звонки За ваши Добрые сердца Дорогие Наш труд не тщетен Наш труд не тщетен Когда мы молимся Когда мы звоним Когда мы приглашаем Они скажут Великое сотворил с нами Господь Это Господь Он творит чудеса Аллалуя Аллалуя И дальше что-то Очень интересное Псалмопевец говорит Возврати Господи Пленников наших Как потоки На полдень Знаете Это состояние знакомо И Давиду Это состояние знакомо И Петру Они все проходили Те долины Которые мы с вами проходим Мы молились Чтобы возвратились они Давид молился Чтоб возвратились Если Бог ответил Давиду Если Бог ответил Петру Он обязательно Ответит нам И мы Собственными глазами Увидим Переполненный Зал Переполненные Ячейки И там где Сегодня шесть Там будет шестьдесят И там где Шестьдесят Там будет шестьсот Там где Шестьсот Там будет семьсот И дальше Смотрите Сеявшиеся слезами Будут пожинать С радостью Может мы все Плачем Может сегодня мы Отчаиваемся Сегодня не знаем Что делать Умоляем Бог Пожинаешь Великую Благословенную Радость И дальше С плачем Несущий Семена Возвратиться С радостью Неся Снопы И Снопики Свои Мы пожнем Мы возвратим Девятьсот И чай Будет Концу года Вы даже Ну я не знаю Это Это вообще Привилегия Божия Таких мужиков Бог направляет Сюда И они Именно в точку Мы их вообще Не приглашали А он говорит Бог мне Сказал Что вы там Мечетесь И не понимаете Как решать задачу И Бог Мне объясни Скажи им Что надо Что надо Вот так И плюс Еще в декабре Так чтобы мы Не устали Рвать когти Он обязательно Еще приедет И обязательно Поможет Чтобы нам Хоть как-то Не ударить Лицом в грязь Перед Господом Девятьсот И человек На всю Латвию Провозгласили Какой Латвии Там СНГ Все сдут Ну как Алексей Ну как у тебя В церкви Все нормально Четыреста сорок Есть Умножимся Еще один раз И будет как раз Девятьсот Ну это знаете Математики Духовные математики Такие Это разные математики Господь Дает Несравненно Больше Василий Васильевич Того О чем мы просим Или помышляем Будь смел Как Чапаев И Бог ответит И даст нам все Амин Алоя Так что Двадцать Плюс-минус Сорок Плюс-минус Сорок Господи Как бы Вот так вот И у нас будет Девятьсот ячеек Скажи это Пять раз Сорок И с каждым разом Кромче и громче Мы Субтитры подогнал «Симон»